всем здравствуйте ребята сегодня утро очень прекрасное такое осеннее утро приехал я в одно место далеко так сказать от цивилизации мне ребята сказали что здесь есть заброшенная деревня вот я вышел первый домик такой вот домик стоит не подойти к нему везде деревья поваленные ногами каральчик вход в дом то где он дом на на вот он здесь у заваленный здесь не зайти эти попробовать другой страны зайти ухты там еще он по моему дом то ли стоит у вас здесь от него ничего не осталось полностью развален тут ничего не осталось и он она разбирает вот они все подмят его на дрова местные жители там дальше внизу из деревня его разбирают на дрова ребята знаете здесь про нарезанные дрова напилены еще лежат и вон еще дрова чердак это не дрова это кирпичи красный кирпич это печка была или что-то или вообще-то не дома мог быть а сарай коронник какой-нибудь для скотина или прочее о гляньте что я нашел принять ребята это рубанок был так пойду все с другим домом туда доберусь это вот сарайчик скотина когда-то было скорее всего овцы то ли что-то такое обычно такие строили так как вот сейчас бы тем домом жалко что у меня нет металлоискателя ли времени нет так бы здесь конечно походить бы с металлоискателем бы было бы так вот прикольно он там ребята видите еще по постройки дом или что-то стоит здесь все заброшенное ближайшая деревня она там внизу на той стороне реки километров на наш 5 отсюда вот а здесь вокруг никого нет углубить какой дом охренеть ребят он прям целый винти правда не целый он я вижу он крыша упала крыша упала на старости складывается но так то он целый я вот смотрел видео на ю тубе как-то дома углы вот здесь поднимают и там возможно бывают монеты вот этот типичная такая русская изба но это еще такая высокая изба то есть дом такой был гляньте пусть высокий дом такой так же вот все как обычно крыльцо еще пока стоит здесь уже все тоже покосилась и все разобрано скорее всего это местные ребята приезжают на дрова потом живет все внизу на ту деревню дрова на доске что-то там все это разбирают сейчас уже на ней не разбирают раньше на разбирали так заходить трема туда боюсь что он рухнет потому что же знаете какое у нас состояние печально значит попробуй обойти его подвал бы не упасть раньше подвалы копали люди потом ставили на них навесы навесы вот эти также сгнивали разбирались и саму яму накрывать о так проговорил поэтому очень страшно бывает наступишь и можешь провалиться как бы мне этого не хотелось никуда проваливать как всегда смотрите бутылки из подводки только бы это все не упало смотрите ребята сейчас я вам скажу и это у нас столичная водка как же здесь дату посмотреть гост блин не знаю когда-то на них смотреть так же ладно на столичная водка с этикетками здесь сохранилась еще вот такая хлебная водка на это уже мне кажется тоже 90 именно на годы банка майонезная раньше их принимали все это стеклотару у нас как это будка блин здесь все завалилось ребята печка стоит печь русская печь блин жалко мне этот телефон плохо снимает на это смотреть это русская печь только бы все это не завалил на меня а хренеть и правда разобрали все внутри там ничего уже нет все железо по вытащили также вот она труба от печки лежит здесь вот дом был сама сама комната знаете какая большая крыша сложилась вот это видите разбивали доставали заслонки печные и прочее давно уже русские печки не видел вот здесь спали люди спальник всякие вот веточки видите висят все как ребята смотрите что я нашел вот это интересно смотрите последнее число числика вырвана 12 декабря 2003 года то есть в 2003 году здесь люди еще жили панама вот такая знаешь такие сносили такие дела жизнь кипела в деревнях раньше там бабушки постоянно нас летние каникулы и прочь то есть вырос практически деревья не так здесь был большой на на сарае он завалился сейчас я попробую это все дело обойти тогда включу камеру так вот обошел я вот эта сетка рядится заборы и натягивали раньше это вот сарай какая-то сельхозпостройка вот смотрите мазанка мазанка здесь здесь вот постройка завалила черная то есть пони чего здесь не увидим возможно так и где-то что-то было но уже ничего мы здесь не увидим ребята смотрите охренеть там большой большой огромный дом стоит даже застеклен двери честно сказать и даже не знаю может там кто-то поселился мне сказали что деревня это полностью заброшено может кто-то приезжает сюда потому что установить какая-то дорожка не дорожка все-таки есть же там он разобраны постройки но вот этот дом тут точно либо живут либо жил какой-то барин смотрите какой дом просто огромный нет ребята тут не живут я вижу двери все закрыто но то что она может быть сюда проезжают два дома соединенные вместе смотрите ребята но еще видите занавески висят то есть возможно сюда приезжают как на дачу люди потому что здесь вот смотрите я бы не растут львовый сад яблоневый поэтому заходите туда не буду но видно здесь конечно да вот она старый заборчик но дома то тут у меня вот деревне дом правда был у меня каменный а вот крыша была из такого вот железо перекрыто а здесь крыша посмотрите она уже перекрыто профилем то есть профиль правда старый один из первого профиля еще помните на нс он дорогой безумно тоже был в принципе как и сейчас ребята мне кажется вот это была какая-то летняя кухня скорее всего потому что вот она окна сад выход такие вот достаточно богатые люди жили вам скажу вот такой домик не каждая семья могла построить позволить себе даже нет здесь таранчик какой-то я ошибся может быть но ребята смотрите вот этот дом вот этот домик также он туалет еще сохранился в сторону все занавешаны чердак тоже все уже рушится с этой стороны и стенка завалилась но это тоже постройки сенцы или как их назвали от крыша провалилась туалет стоит и не очки так скажем до атмосфера конечно навевает у меня вспоминаю свое детство сейчас другой страны еще зайду дома пойду покажу вам и все и надо идти а то там то что ребята завелись уже все мне надо вести рабочих приехал за работе на хреново даже и в окно не посмотреть да потом подсвечивать подперли вот так вот что здесь она открыта можно зайти жить за навески вот видим да там как интересно вот эти вот пристройки справились ведь был газовый баллон ставили газовые баллоны доме нельзя было их хранить ставили их вот в таких пристройках обычно они были полезные он шланг выведен до из дома идет вот какой фундамент в этом доме был забор было то есть когда-то здесь очень красиво штакетника дома такой обшитый деревом то есть на самом деле он буквально да еще несколько лет назад если привод не забрасывать да можно было его обслужить и вполне продолжать здесь жить в этом доме но поскольку здесь до таких крупных населенных пунктов далеко большие расстояния там по 40 по 50 километров и вокруг ничего нет то есть но людям работать как-то надо жить на что-то надо здесь не магазинов ничего раньше все жили с огородов питались ездили на рейсовых входили полями пешком лесами там проезжали рейсовые автобусы люди садились них и мешками набирали хлеб сахар крупы так делали мои даже ребята если я соберу на этом видео недостаточно хотя бы там тысячу лайков я обещаю пройтись по этой деревне еще и даже возможно потом узнаю за этот дом из и зайду в него на это же какие окна видны поэтому подписывайтесь на канал ставьте лайки я обязательно сюда еще сделаю экспедицию всего доброго до новых встреч сказать мне прям он смотрю это со стороны и уходить не хочется представляете какие-то вообще просторы просто вот в этой вот посадочки до зарослях уже тут вот находится как раз таки эта деревня и домов здесь на на штук 6 и все они заброшены так что мы туда еще вернемся